Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос. Давайте попробуем с вами разобраться с тем, что вы написали. Значит, первое, что вы спрашиваете, тренер в меня не верит, что делать? Вы знаете, вот как мне видится, что у вас есть некое такое предвзятое отношение немного к этому самому тренеру, да? То есть, как бы вы на него накладываете, ну, больше ответственности, чем он вообще, как бы, ну, может потянуть. То есть, вы в нем видите не тренера, а кого-то другого. То есть, кто-то другой видится вам, именно вам, вот, в ваших глазах, а не тренера. Потому что, ну, вот, то, как вы воспринимаете тренера, ну, мягко говоря, это странно. И здесь у вас наблюдается перенос. Я сейчас объясню, что это такое. Но для начала, мне бы хотелось задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что тренер, он должен вас верить? Ну, вот, а если положить руку на сердце, вы считаете, что тренер должен видеть вас так, как вы хотите? Вы считаете, что тренер должен воспринимать вас так, как вы хотите? Если да, то вопрос мой такой, зачем, для чего вам, чтобы тренер воспринимал вас, ну, вот, так, как вы этого хотите? Да, то есть, какое для вас это значение имеет? Вот. Это, на мой взгляд, очень важно вам понять, если вы хотите разобраться с этой проблемой, со своей. Дальше, значит, так, чуть меньше года назад я решил заняться легкоатлетикой, именно спринтом, бегом на короткие дистанции. Вы решили заняться бегом на короткие дистанции, спринтом. Зачем? Для чего вы, почему вы решили этим заниматься? Я не очень, конечно, знаю, да, там, по возрасту, то есть, ну, как вот вы, как вы подходили по возрасту для занятий, ну, спринтом, для тренировок спринтом или нет. Вот. Когда я читал ваши вопросы, у меня возникло ощущение, что, может быть, тренер посчитал, что вы слишком, ну, как можно, возрасту не подходите, да, то есть, вам, ну, уже 22 года, я не очень просто знаю, какой там возрастной ценз, вот. Но потом по ходу текста я понял, что, скорее всего, дело не в этом. Так вот, почему вы решили заниматься спринтом? Чем было, вот, продиктовано такое решение? Чего вы сами хотели от этого? Чего вы сами, ну, что вы сами вкладывали в это вот, ну, в то, что вы решили заниматься, ну, вот, спринтом? Вы сами чего-то ожидали, вы сами чего-то ожидали от того, что вы делаете или как? Понимаете? То есть, ваша мотивация, вот именно ваша изначально первичная цель, которую вы преследовали, начиная заниматься спринтом, она, на мой взгляд, здесь, да, отсутствует. То есть, я не вижу вашей мотивации, вот именно вашей, то есть, я не вижу того, ради чего, для чего вы делаете то, что делаете, да? Вот. И вот то, что я вижу дальше, ну, вот то, что вы описываете дальше, это всё идёт, знаете, ну, как будто вот, как будто, знаете, как это сказать, сдвиг мотивации идёт. У вас. То есть, вы работаете, но вы работаете для чего, для кого тренируетесь, чтобы что сделать. То есть, вы делаете это для того, чтобы кому-то что-то доказать, либо вы это делаете, чтобы чего-то добиться, либо вы делаете себя в хорошей форме. Либо у вас ещё какой-то есть мотив, о котором мы не знаем. Но, в первую очередь, нужно разобраться именно с мотивом, с вашим мотивом делать то, что вы делаете. Дальше. Пришёл на стадион, сказали, что тренеров несколько, кто-то тренирует на длинные дистанции, кто-то на короткие, кто-то многоборцев. Многоборцев. Это, я так понимаю, многоборцы, это те, кто бегают и на короткую, и на длинную дистанцию. Так? Столь. Вот. Потому что, потому что, ну, здесь как-то вот непонятно немножко. Но тренер по спринту тренирует только профессионалов. И показали меня тренеру по многоборью. Здесь, опять же, не ясно. То есть, кто вам показал, кто вас показал? Значит, вы сказали, что тренер по спринту тренирует только профессионалов. Вы как-то можете стать профессионалом или нет? Здесь вот тоже моменты такие, да? То, что вы хотели заниматься спринтом. И, ну, по сути, вы занимаетесь спринтом. А вас показали, собственно, тренеру по многоборью. То есть, ну, почему так произошло? Вот. А почему вы удовлетворились этим? Вот тем, что вас показали, ну, не совсем профильному тренеру. Я так понимаю, что вы любитель, а не профессионал. Но я думаю, что есть, наверное, любительские какие-то лиги, любительские занятия. И, соответственно, тренера этих самых любителей. Или как? То есть, понимаете, вот первое, что вы сделали, да? Это вот то, что, ну, как бы не совсем правильно. Это то, что позволили себе, значит, согласиться на работу с непрофильным тренером. То есть, как бы именно непрофильный. То есть, тот, для которого ваше направление не является специальным. Ну, специализированным. Здесь встает вопрос о том, почему именно этот стадион, почему именно этот тренер. Как вы себя ставите. Ну, то есть, как вы себя позиционируете при взаимодействии с другими людьми. Это все очень важные моменты здесь. Так. Он попросил пробежать 60 метров на время. Я размялся, пробежал по второму разряду взрослому. Не очень понятно, что это значит. Я стал у нее тренироваться. То есть, это она, получается. У нее вы стали тренироваться. Я уже работаю. Пришел после армии. И поэтому тренировки мог ходить только в пол шестого. По вечерам тренировались у него взрослые ребята. Поэтому я ходил как раз с ними. Угу. Ну, понятно. Взрослые ребята. Но если он следил за каждым их шагом, то на меня он как-то наплевательски относился. То есть, на вас он к вам относился пренебрежительно. Скажите, пожалуйста, вот какой мотив у тренера заниматься с вами? Что ему с этого? Если вы ему платите, а вы об этом ничего не сказали. Платите вы ему или не платите вы ему. Вот. Если вы ему платите, то, соответственно, вы можете ему предъявить, что, как бы, вот я плачу деньги, а вы со мной не занимаетесь. Если вы занимаетесь у него бесплатно, то, соответственно, у тренера нет никаких, ну, личных мотивов вас тренировать. То есть, это не работает так, это не работает так, что вы пришли, грубо говоря, и вас начали тренировать. То есть, у тренера должна быть мотивация тренировать именно вас. Он же не знает, для чего вы пришли и зачем вы пришли. Понимаете? Может быть, вы позанимаетесь вот, ну, немножко. Да, там, две-три недели, например, позанимаетесь и уйдёте, и всё. И зачем, зачем, как бы, к вам, зачем к вам привыкать, да, грубо говоря. Вот. А если вы ему платите, например, то у него, соответственно, появляется обязательство перед вами. Если вы ему не платите и хотите заниматься именно с ним, то, соответственно, можно предложить ему дополнительную плату. То есть, сказать, вот я вижу, что, ну, вы уделяете мне мало внимания, да, соответственно, как бы, ну, давайте, может быть, я вам заплачу, и вы со мной, как бы, профессионально будете тренировать, заниматься. Вот. Такое, такое отношение, такое впечатление, что вы ждёте к себе такого же отношения, как и к другим, к профессионалам. Но для профессионалов это работа. И тренер, он понимает, что для них это работа, что они не уйдут, как просто. Насчёт вас у него такой уверенности нет. И здесь непонятно, а, почему вы ожидаете такого же отношения к себе, как и к другим ребятам. Б, это почему не дали мотивацию человеку с вами работать. То есть, у любого человека должна быть мотивация работать. У него мотивации работать с вами нет. И, опять же, можно сколько угодно говорить о том, что он, там, должен, что он, там, он обязан и так далее. Можно. Но. Мы говорим про вас. Мы говорим про то, что вам это нужно. Это вам нужно. Не тренеру, вам. И, соответственно, если это нужно вам, то вы здесь самое заинтересованное лицо. В том, чтобы с вами были, с вами тренировались. И стадион вы не меняете, да? То есть, ну, не входите на другой стадион. Тренеры не меняете. И условия работы с тренером тоже не меняете, хотя работаете сами. И возникает такое ощущение, что вы подсознательно, целенаправленно хотите оказаться в таком вот положении. Когда вы ничего не добились. Не добились. Когда вы ничего не достигли. Хотя пытались. И вот что это? Что за этим ставить? Откуда вот это вот стремление к неудаче такой? Что вот вы хотите, вы хотите, чего вы хотите? Мастер-спорт наш, наверное, да? Вы хотите. Но вы его не получите, если будете вести себя так же, как сейчас. То есть, постоянно перекладывать ответственность за то, что нужно вам, на других. Вот. Я еще раз говорю, я могу ошибаться. Может быть, вы тренеру платите, или, может быть, есть еще какая-то ситуация, да? Ну, то есть, ну, то есть, например, там, ему кто-то платит, там, и так далее. Я не знаю. Я не знаю. Может быть, вот то, что я говорю, это, ну, на самом деле, я не прав. Но пока вот то, что я вижу, да, это отсутствие у вас заботы о себе, к сожалению. Вот это вот то, что я вижу. То есть, вы сами, вы сами не заботитесь о себе, и вы как бы ждете, что кто-то сделает это за вас. Вот. Пока. Так. И либо вы действительно думаете, что кто-то должен сделать это за вас. Либо вы, вот, выполняете какое-то предписание, да? То есть, ну, например, вот, допустим, то, что вам папа или кто-то другой сказал, что ты должен, там, все время стремиться, да, к работе, все время должен стремиться чего-то достичь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вы стремитесь, но вы этого не хотите. Вы не хотите этим, этим, как бы заниматься. Потому что, опять же, ваш мотив, почему вы решили, для чего вы решили это делать, вот то, что вы делаете, да, не ясен. То есть, мотива вашего нет. И нет мотива соответственно тренера. Может быть, тренер – это отражение вашего, вашего собственного отношения к работе, к занятиям. Как нету четкого мотива у вас, так нету четкого мотива у тренера с вами заниматься. Вот. Далее, если, так, у нас чисто ко мне наплеваться, как называется, то есть, говори, уйди, разминайся, спринтерскими упражнениями, и потом подойдешь. Я говорю, не знаю ничего, я же не занимался. Он посмотрел ребят, что я буду тебе, значит, показывать все, и так далее. Ну, вот здесь явное отсутствие мотивации человека с человека с вами работать. То есть, еще раз, поймите правильно. Тренер, да, он занимается этим, но для него это работа. Если за, грубо говоря, время, проведенное с вами, ему никто ничего не заплатит, ему ничего не будет, то смысл, смысл ему это делать. Вы в своем, ну вот, в конце вы пишете, затем человек пришел в свою профессию, там, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, профессия, человек зарабатывает. Это не только идейные, то есть, есть идейные люди, но их немного. Вот. В основном, это люди, которые работают, которые с помощью этого зарабатывают себе на жизнь. И смысл, какой смысл тренеру с вами работать? Вот на этот вопрос ответить себе. Дальше я смотрю так, я не знаю ничего, я же не занимался. Ну, то есть, вам нужен репетитор, репетитор это за деньги. Ну, меня очень, мне очень это запало в душу, и я старался тренироваться, смотря на других. Повторял, в итоге, через два месяца на первенстве города пробежал 60 метров за 6,9, занял четвертое место и выполнил первый разряд. Так, почему вам это запало в душу? Что именно запало в душу? Что задело? Вас что-то задело. Меня интересует, что именно вас задело, и почему. У вас в детстве или просто с вами кто-то поступал так, что вас это задело? Или что? Почему вы на себя это перенесли, вот его отношение к вас? Далее. Так, ну, заняли четвертое место, выполнили первый разряд. Простите, я не очень знаю, хорошо это или нет. В любом случае, поздравляю вас с достижением. Опять, тренер как равнодушно к этому отнесся? А он должен был отнестись как-то по-другому? Если да, то почему, почему вы считаете, что он должен был отнестись к этому по-другому? Откуда такая информация, что он должен был отнестись к этому по-другому? С чего вы решили, что он должен был относиться к этому по-другому? Понимаете? Почему? На чем базируется такое утверждение, что тренер должен был относиться к этому по-другому? Он отнесся равнодушно, потому что ему на вас плевать, потому что его с вами ничего не связывало. Потому что, вот действительно, что у вас общего? Какие у вас отношения? Я вот, например, знаете, вот, ну вот, как бы, при чтении вашего текста, да, я так и не понял на самом деле, какого рода у вас отношения. То есть, какие они, коммерческие, некоммерческие, профессиональные, непрофессиональные. То есть, я не понял этого. Непонятно. Вот, исходя из того, что вы написали, это непонятно. Какого рода у вас отношения с тренером? Что у вас есть какие-то ожидания от него, вот. На соревнованиях, значит, я был первый раз и даже не знал, к кому подойти, отметиться, куда встать и так далее. Волновался сильно. Ну, а почему вы заранее не обговорили эти моменты до соревнований, куда встать и так далее? То есть, почему вы не позаботились об этом? Опять же, чья это ответственность? Знаете, вот то, что вы делаете, это переложение ответственности на другого человека. Вы на соревнованиях зачем? Вы на соревнованиях для чего? Вы для чего решили заниматься спортом? Ну, этим видом спорта. Так, тренер даже не подошел ко мне и не поддержал, а должен был. Чего вы решили, что он должен вас поддерживать? Почему? Чего вы хотите? Знаете, вот, ну, с точки зрения психоанализа, у вас были некоторые проблемы во взаимоотношениях с отцом. Потому что вот такое ожидание к тренеру, это взаимоотношения с отцом. То есть, отец был отдален от вас, отстранен, и вам не хватало вот этой вот отцовки, такой мышкой руки, мышкового направления. Вот это вы и хотите получить от тренера. Но тренер не отец, и вы не дали ему мотивации. Просто потом сказал, плохо, с колодки выходишь, и все. Опять же, понимаете, тренер, он мог сказать это. То есть, я не знаю, что такое колодка, да, и как нужно выходить с нее, вот. Но я полагаю, что если тренер вам, значит, ничего не донит, ну, то есть, вообще ничего не донит, от слова вообще, то есть, если вас ничто не связывает, никакие, никакие обязательства, вот, всякое такое, если вас ничего не связывает, то его комментарий более чем уместен. Потому что, ну, а зачем еще больше говорить в этом случае? Если вы ожидаете большего, хорошо, но что вы сделали? Что вы сделали для того, чтобы получить это самое большее, получить этот эффект? Непонятно. Дальше, значит, так, началась подготовка к летнему сезону 100 метров, я очень хотел бегать быстрее. Вот, когда вы говорите, я хотел бегать быстрее, это лучше немножечко, но, опять же, непонятно для чего. То есть, почему вы хотели бегать быстрее? Зачем вы хотели бегать быстрее? Зачем это вам нужно? Дальше, тренер, кроме того, что ты зажат, немного ничего больше не говорил. Опять же, вопрос, а должен был? Он же не психолог, чтобы рассказывать вам, почему вы зажат. Кстати, а почему вы зажаты? Не связано ли это с тем, что вы от тренера ждете какой-то поддержки? Не связано ли ваша зажатость с тем, что вы, как бы, не до конца уверены в себе? Ну, то есть, чувствуете себя не совсем в своей тарелке. То есть, откуда зажатость у вас берется? Чем она связана зажатость? И опять же, вопрос, который я уже задавал. Да, то есть, вы считаете, что тренер, он что, он должен по-другому себя вести? Или как? А почему? Какой смысл? Какой смысл ему это делать? Значит, ну, не работал над техникой вообще. А зачем ему работать над техникой, Игорь? Зачем? Что ему с этого? Иногда, когда он засекал меня, приходили другие ребята, просили позасекать, он сразу уходил. Ну, правильно? Потому что, наверное, с другими ребятами его связывает что-то больше. Ну, вот. А на вопрос, как же я? То есть, понимаете, вот это вот, ваше, как же я? Это очень такая, я бы сказал, жертвенная позиция. То есть, как же я? То есть, другой человек, как бы, да, отвечает за вас. Должен отвечать за вас другой человек. Но, в действительности, только вы отвечаете за себя. Не другой человек, только вы. А вы за себя, ну, по крайней мере, вот, как это видится мне. Вы за себя, ну, не отвечает. То есть, вы не озаботились тем, как же вы. И, в итоге, это легло на плечи тренера. Почему? В какой стати это легло на его плечи? Почему он, ну, почему вы его, вы его должны волновать, как бы. Вы понимаете? Ну, вот эти вот вещи, они, ну, не совсем ясны здесь. Ну, они важны. Дальше, значит, так. Он отвечал, что у них первенство России и важнее. Ну, в принципе, со своей позиции тренер прав. Ты ходи в другое время, я говорю, я же работаю до пяти. Он ответил, ну, в другой раз тогда. То есть, понимаете, тренер не считает, что для вас это важно. Он считает, что вы так, просто развлекаетесь. Я все равно тренировался, прочитал много литературы, про питание, написал себе меню утром. Так, ну, вот это вот все вы делаете, делаете, на работе спал. Так, другие ребята перестают ходить по вечерам и ходят утром. Так, ну, смотрите. Когда вы говорите, что я написал себе меню, утром перед работой вставал, ходил бегать в гору. Тут ваши, конечно, идут термины. Работал на растяжку, шел на работу, в обед на работе спал. Вечером опять на тренировку. За полтора месяца до начала летнего сезона ребята перестают ходить по вечерам и ходят утром. То есть, пока здесь вот у вас есть такая игра, я старался. Есть такая вот психологическая игра, я старался. Когда человек очень много всего делает, показывает, показывает, что он старается и он, в общем-то, действительно старается, но в итоге, в итоге все заканчивается неудачей, потому что человек не дожимает. А не дожимает он потому, что в действительности он стремится скорее к неудаче, нежели чем к результатам. А вот почему он стремится к неудаче? Кто его запрограммировал на неудачи, это вообще вопрос большой. Я полагаю, что может быть тот же ваш отец или кто-то еще из ваших родных, из которых вы переносите свои эмоции на этого тренера. Так, я прикажу вечером, тренер дает мне на листочке что делать и уходит домой, говорит дела у него. Ну а он находится в своем праве или как? Если он находится в своем праве, если он не нарушает законы, если он не нарушает ваших данных вам им обязательств, то все в порядке. Если тренер нарушает что-то, то на него нужно жаловаться. Но пока я не вижу того, чтобы он что-то нарушал, я не вижу того, чтобы он был вам что-то должен и я не вижу у него мотивации для вас что-то делать. Я все равно не сдаюсь, работаю на техниках сам, скачал видео спринтеров, смотрю на технику, повторяю, сам себя снимаю на камеру. Ну вот, проходит полтора месяца, на город я пробегаю 100 метров за 10.7 по руке. На область занимаю третье место, пробегаю 100 метров за 10.9. Выполняю кандидата в мастера спорта. Молодец, тут тренер немного оживился и стал иногда оставаться. Я, конечно, хочу теперь выполнить мастера. Зачем? Вот опять же вопрос, зачем? Для чего вы все это делаете? Мне исполнилось только 23. Непонятно, с какой целью вы написали про свой возраст здесь. Обращал перерыв перед зимним сезоном. Тренер говорит, я буду оставаться тренировать тебя по вечерам. Опять же, в каком контексте он это говорил? Как он был замотивирован? Замотивирован? Как вы ответили ему? Как вы его замотивировали? Рассказывали ли вы о том, что вы хотите мастера, что вы хотите чем-то заниматься? Говорили ли тренеру о своей мотивации или нет? Все эти вещи непонятны. То есть, если вы говорили о своей мотивации тренеру, ну, допустим, то важна его реакция. Если вы говорили о своей мотивации тренеру, и он отреагировал, ну, грубо говоря, ага. Грубо говоря, никак вообще, да? То, соответственно, вполне логично, что нужно его, опять же, замотивировать. То, чего вы не делаете. Вот. Ага. Так. Дальше. Ага. Один день остался, потом два дня говорил, что у него срочные дела, а потом просто уходил до моего прихода, ничего не сказав. Опять же, вопрос. Вы считаете, что он должен был оставаться? Если да, то почему? Почему вы считаете, что он должен был оставаться? Ну, вот. С вами. Понимаете? То есть, чем продиктовано это? Вы говорите, тренер в меня не верит. А во что ему верить? Почему вы считаете, что он должен в вас верить? Вы говорите, что он не оставался. Ну, хорошо, он не оставался. А зачем ему оставаться? И какой у вас план Б на случай, если тренеру доверять нельзя, а тренеру нельзя доверять? Ну, потому что он такой вот человек. Что вы сделали? Ну, я не знаю, поменяли ли вы как-то что-то? Изменили ли вы подход к тому, что вы делаете? Посмотрели ли вы других тренеров каких-то? Рассмотрели ли вы других кандидатов, я не знаю, может быть, на тренерскую работу с вами? Может быть, имело бы смысл платного тренера какого-нибудь, ну, как бы, пригласить, опять же, чтобы у него был мотив с вами работать. Понимаете? Потому что вот это, это то, что реально вы можете сделать. Ага. То, что описываете вы, это, знаете, ну, к сожалению, я понимаю, может быть, грубо это покажется, но это очень детская обида, очень детское поведение. Вы такой, как будто, знаете, детский ребенок такой, который пришел пожаловаться на тренера. Вот. Понимаете? Ну, может быть, может быть, вы недополучили, недополучили родительской любви и в тренере видите своего родителя. Тогда нужно разбираться с родителями, анализировать отношения с ними, прорабатывать обиды и так далее. Вот. Один раз даже подошел тренер спринтера всех и сказал, сказал, давай я тебя подосекаю, что ты один тут на стадионе по вечерам. Ну, надо было согласиться и работать с ним. Вопрос, почему все так? А все это что? Так это как? Я столько уцелей прилагаю, почему человек, который выбрал эту профессию, не хочет полностью ей отдаваться. А почему он должен полностью ей отдаваться? Зачем? Почему вы предъявляете претензии человеку за то, как он работает? Почему вы на него ответственность прикладываете? Опять же. Вы лучше посмотрите на это с другой стороны. Почему я позволяю обстоятельством влиять на себя? Почему я работаю с тем, кто не хочет работать? Почему я выбрал того, кто не отдается полностью профессии? Может быть я полностью не отдаюсь тоже своему делу? Понимаете? Вы говорите, я столько усилий прилагаю, а для чего? Для кого? Для тренера вы это все делаете? И вы хотите его любовь завоевать? Его уважение завоевать? Зачем? Вы ему никто. Если для себя, то человек у вас не должен волновать. Тем более, что вы сами вроде бы неплохо справляетесь. Далее. Тем более, я на машине всегда его домой отвозил в другой конец города. А для чего вы это делали? С какой целью? Вот именно вы с какой целью отвозили его на другой конец города на своей машине? Или надеялись, что подружитесь с ним? Определите для себя, зачем вы это делали. И будет вам куда более понятно. Или вы ждали, что он вам, ну я не знаю, благодарен, более благодарен будет? Не будет. Потому что, ну вы вызвались, вы предложили человека. А, ну ладно, он предложил, я вам воспользуюсь и все. Понимаете? Есть некая такая наивность и психотичность у вас. Понимаете, в поведении. То есть, вы тянетесь к другому человеку. А это значит, что вы не уверены в себе. А это значит, что вы испытываете недостаток любви. Это значит, что вы не принимаете в себя полностью, в себе что-то. И это заставляет вас вот так себя вести. Это внутренняя работа с вами. Сначала я предлагаю вам определить, что именно вы в себе не принимаете и почему. А дальше можно будет с этим поработать. Времени мало. Времени мало для чего? Надо что-то делать. Для чего? Есть еще шанс пока. Шанс на что? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. А посоветовать что? Как психолог? Как психолог. Я могу вам посоветовать только вот сделать то, что я сказал. Да? То есть, определить, почему у вас на тренера такой сильный перенос идет. И почему вы не принимаете себя. И зачем вы занялись спортом. Вот как психолог я могу предложить вам это. Как коуч, например, какой-нибудь или, допустим, я не знаю, как тот же тренер, например. Или как бизнес, значит, ну, бизнес-партнер, да. Я могу предложить вам сменить тренера и просто никогда не заниматься теми, кто не отдает результаты так, как вы. И могу предложить замотивировать, да. То есть, мотивировать, ну, мотивировать человека. Вот. Потому что я не вижу, чтобы вы его мотивировали, тренера. Вот и все. А посоветовать что? Посоветовать для чего? Вы какую-нибудь цель-то преследуете, опять-таки. Понимаете? Вы хотите-то чего? В этой ситуации. Понимаете? У вас вначале идет вопрос, почему так все? Как так? Непонятно. Значит, далее у вас идет вопрос, тренер в меня не верит, что делать? И далее у вас вопрос, вопрос, посоветуй мне что-нибудь. Но тренер не должен в вас верить. Ага. Все так, потому что вы сами создали эту ситуацию. Вы сами предпочли потерять контроль над ней. Вопрос в том, почему, это уже детали. Понимаете? И посоветовать здесь можно вам только брать на себя ответственность за то, что в вашей жизни происходит. Другое дело, другое дело, если что-то брать ответственность мешает, вот это другое дело. С этим можно будет поработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!